Самара ГИС В нашей студии Петр Серафимович Кобытов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории Самарского университета и Александр Никифорович. Петр Серафимович Завальный, главный библиограф Кривеческого отдела Самарской областной универсальной научной библиотеки. Петр Серафимович, Александр Никифорович, добрый вечер и искренне рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и для начала со всеми прошедшими праздниками вас. Взаимно. Надеюсь, что 21 год будет лучше, чем был 20. Без классиков. Будет, скажем так, немного подобрее к нам. Ну и тем более, что 21 год, это в определенном смысле юбилейный год, исполняется 30 лет возвращению исторического имени города Самара. И вы знаете, вот первый вопрос хотелось бы задать, это вопрос, на мой взгляд, из области социальной психологии. Как название города, на ваш экспертный взгляд, влияет на жизнь в этом городе? Почему жители Самары, когда-то став куйбышевцами, ну вот я, например, в этом твердо убежден, я, в принципе, уже не так молод, я помню это время, мы все равно себя частенько называли самарцами. Мы хотели быть самарцами. Особенно это, кстати, замечалось в армии. Там откуда? Это точно. Из Самары. Землячество какое? Самарское. Самарское. Не куйбышевское. То есть, кто друг друга поддерживает? Самарцы. Конечно. Чувствуем локтем. Да. Как влияет название города на жизнь в этом городе, на ваш взгляд? Я думаю, что на самом деле это связано с характером людей, самарских жителей. Он необычайный, самарский житель. Почему? Потому что это люди, которые пришли из разных мест Российской империи. Из центральных уездов, из Украины, из Верхнего Поволжья. И они впервые ощутили воздух свободы. Они стали независимыми. И тут одно обстоятельство. Они обрели новую родину. Они вынуждены были заниматься хозяйственной деятельностью и в то же время защищать себя от набегов кочевников, особенно в 17 веке. То есть, если вот начинать с момента основания. Да, с момента основания вот это формирование характера народа. Дух вольности. Дух вольности, да. Дух вольности, независимости, целеустремленности, желания что-то сделать здесь и сейчас. Второй момент, я тоже замечал это явление в армии, в стройбате, когда, допустим, независимо от того, какой ты национальности, но ты из Самары, ты наш, ты свой, ты земляк. И вот это общность, возникает общность, единение. Я многие годы ездил в Москву очень часто или в Казань, и там, встречаясь с людьми, они тоже говорили, о, Самара, как замечательно, ты из Самары. То есть, Самара была на слуху у людей. И вот это обстоятельство, все-таки связанное с тем, я уже говорил неоднократно, что здесь получилось так, что здесь сохранилась большая часть потомственных самарцев. На самом деле? На самом деле, да. Это жители Куйбышевского района, за чертой, за рекой Самарки, да, за мостом. Это исторический центр, где есть Самарский район, Ленинский район, Железнодорожный. Они ощущали потребность в том, чтобы возвратить это имя. Потому что это имя связано не только с их судьбой, но и с судьбой их родителей. С их семьей, с их предками. С их семьей, их предками. Общая история. Ну и, конечно, многое зависело от того, насколько вот эти жители, потомственные самарцы, были знакомы с собственной историей, с историей города. Я общался в библиотеке. Вот была такая библиотека, маленькая женщина, Зоя Моисеевна Минц. Так она мне принесла книгу Алабина. Говорит, вы знаете, вот это самая замечательная книга об истории города Самары. Она ее хранила. Она работала в библиотеке. То есть, тут еще и интеллигенция тоже как-то способствовала этому. Элита, самарская элита, она, конечно, несколько воспринимала по-своему имя Куйбышева. Ну и вот, допустим, старые большевики, тоже жители Самары. Они ведь, помните, в конце 50-х, в начале 60-х годов тоже выступали за то, чтобы возвратить имя в город. Вот, кстати, вопрос этот у меня буквально, что называется, сняли языка. Но вот мы к нему сейчас чуть позже, может быть, вернемся. А вам не кажется, что одной из причин, может быть, было еще то, что, ну, личность самого Валерия Владимировича Куйбышева, при всем моем уважении, была, ну, не такой масштабной. То есть, если уж и переименовывали бы, ну, простите, но это не Петр Великий, не Ульянов Ленин, не Екатерина, не Иосиф Сталин. Это был главный аргумент, когда большевики самарские обращались в московские инстанции, что не та фигура, что это город Ленин, прежде всего, Самара. Самарский период Ленин, здесь Самарский период Горького, Самарский период Толстого, говорит, но Куйбышев, который здесь был эпизодически, по сути. На самом деле, эпизодически? Ну, в 16-е, в 17-е, в 17-е, но и после... Начало 18-го. Ну и, конечно, они же помнили, что когда было наступление чехословацких легионеров в Самару, он умудрился дважды сбежать. Даже так? Да, первый раз группой товарищей, потом их заклеймили, там связь была по телетайпу, по-моему, телеграфу. Тепло, не было тепло. Да, он вернулся, и второй раз, когда уже чехи подошли, он бежит, прихватив только даму сердца. Поэтому, конечно, это помнили, это простить ему не могли. Ну, конечно, там прошло времени-то немного, это если... Да, да. 18-й год, и... А тем более, письма подписывали большевики со стажем. Да, 904-го года, 905-го... В том числе Юэй Милонов. Так нет, и Федор Гаврилович Попов. Попов, да. Их подержали, кстати, журналисты, московские журналисты. Это в 50-е годы. Начало 60-х годов. Литературная газета. Тянулось несколько лет, кончилось тем, что журналистов уволили, а этим товарищам сказали, чтобы они больше не выступали. Это с какого по какой год шло вот этот процесс? 59-й, 61-й. 61-й. Даже после 61-й. То есть несколько лет люди методично говорили, давайте вернем, это произошло недавно. Да, одно письмо, второе письмо. Был нахтуючий в движении. Вы знаете, биография Куйбышева, она мифологизирована самим Куйбышевым и его родственниками. Вот эпизоды революции 17-го года и гражданской войны, они явно страдают мифологизацией. Вот на самом деле здесь было несколько выдающихся большевиков, ну в том числе вот Масленников. Да. Замечательный большевик, оратор. Нет, но это какой-то уровень другой совершил. Митрофанов. Он руководил. Первый редактор, по-моему, Привозской правды был. Да, он руководил губернской организацией большевиков до Куйбышева. Вот. Но мы вот, если говорить о Куйбышеве, то на начальном этапе мы ведь не касались личности Куйбышева. Причем, Пел, значит, вспомните, на комитете Самары мы договорились. Это не является главным аргументом. Главным аргументом идет восстановление исторической справедливости, чтобы нам не говорили, что вы все сводите фигуры Куйбышева. И мы говорили, в данном случае вопрос стоит не о том, плохо он был или хорош. Вопрос стоит о том, что нужно вернуть название города, которое дали наши предки, которые нам завещали это имя. И раз данное имя, мы не имеем права менять его потом на протяжении других поколений. Это шло до 89-го. Я прошу прощения, уважаемые гости. Я сейчас хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 202-11-22. Если вы хотите задать вопросы нашим гостям, звоните, потому что, ну, это на самом деле уникальная возможность. 30 лет исполняется возвращение исторического нашего названия города. И, соответственно, вот те люди, которые, собственно, этим занимались. И вот теперь давайте, чтобы зрители понимали, что такое был комитет Самара, когда он появился, при каких обстоятельствах и зачем. В 87-м году было выступление Петра Серафимовича на открытии в Пыбышевском тогда отделении Советского фонда культуры, где он впервые заявил о том, что необходимо вернуть историческое название города. 1987-й год. Это нашлось живой отклик у всех, кто был неравнодушен названием своего города родного. Мне удалось связаться с Петром Серафимовичем, буквально вечером я ему позвонил. Мы вышли на Владислава Владимировича Князева, это заведующий отделом писем Волжской Зари, который занимался вопросами топонимики. И мы договорились, что этот вопрос газета поднимает. И в течение очень длительного периода, примерно два раза в месяц, публиковалась большая подборка откликов. «Как зовешься, отчий дом» была рубрика и масса писем, сотни писем людей, которые выступали за Самару, которые выступали против Самары. Кроме этого, было еще несколько групп, которые поднимали вопрос, собирали подписи. Это клуб любителей истории Отечества при областной библиотеке. Это объединение, клуб Самара при Доме архитекторов, если не ошибаюсь. И в конце концов возникла необходимость объединить усилия всех тех, кто пытается решить вопрос о возвращении города исторического названия. Вот в феврале 87-го, в феврале 89-го, извините, в феврале 89-го года мы собрались тогда в библиотеке политической книги, сейчас это Самарская публичная библиотека, и был создан комитет. 12 человек, вот эти 12 человек, это очень, скажем так, коллюзия такая есть. Входившие в комитет архиепископ тогда был, архиепископ Кубишевский и Сызеринский Иоанн Снычев, который потом стал... То есть он тоже входил? Он благословил нас, он благословил. Потому что мы 12 апостолов, получается. И мы тогда решили, причем мы собрались, как-то удалось всех обзвонить, все, собрались, стали думать, говорят, надо привести митинг или прочее, а потом пошла мысль, а возникла, почему только митинг? Давайте создадим вот этот комитет. Все за, создали общественный комитет, наметили план работы, распределили, кто отвечает за какой участок, и дали друг другу слово. Ну, почти как клятва, да, в зале для Игоря Мяческого, в Казахстанской революции. До тех пор, пока Самара не будет возвращена, комитет не прекращает свою работу. Будем идти до конца, пока Самара не вернется на карту России. Ну, а дальше пошла многоплановая, серьезная работа. И сбор подписей на пикетах, и выступление с Петром Сарафимовичем в скольких коллективах. Топонимическая конференция. Топонимическая конференция, выступление, демонстрации, митинги уже. Это целый цикл мероприятий, это то, что стало историей. Мы даже выпустили книжку в 92-м году, на следующий год, да? Книга воспоминаний о том, как это было. Но сейчас готовятся новые издания, куда войдут материалы из этой книги и новые материалы. Будут включены документы, воспоминания, статьи как раз из Волжской зари того периода. Различные интересные картинки жизни Самары, связанные с возвращением года исторического названия. Отклики читателей, за или против. И будет это в сборниках. Ну, предварительное название Самара отныне и навсегда. Надеемся, в этом году он увидит свет. — Петр Серафимович, скажите, откровенно, 87-й год. Это, ну, в общем-то, советская власть, перестройка, ну, где-то еще так чуть-чуть пахнет. Вопрос такой, а вам страшно не было? Потому что это было, ну, как минимум, фрондерство такое. Это был определенный вызов. — Это еще было до снятия Муравьева. Это был до антимуравьевских митингов, да? — Да. — Ну, тем более. — Ситуация такая же. — А вы человек, который работает в университете, преподавательный... — У меня был такой казус, я об этом написал в книге своей, да, вот, в воспоминаниях, когда в 77-м году меня обвинили в троцкизме. — В каком? — В 77-м. — В 77-м, да, он со стажем. — Слушайте, вы, оказывается, революционер со стажем, действительно. — Да. — А в чем троцкизм-то выражался? Троцкизм, насколько я понимаю, это вот перманентная революция в других странах, то есть и так далее. — Троцкизм заключался в том, что это был миф. То есть я читал лекции по феодализму. — Нормально. — То есть восточные славяне и до Павла. Ну, историк, вы знаете. Вот. И там, вот, я тогда одному из сотрудников КГБ сказал, вы знаете, я читал все работы Троцкого, но у него, в отличие от Ленина, о феодализме не сказано ни слова. Вот. Поэтому как-то мне было уже привычно. — То есть вы не боялись? — Я не боялся, хотя... — Рассказывали, что Троцкого читали, да, черту уже перешли. — Тут был такой момент, когда я заходил иногда в обком партии, ну, как представитель общества Органа Памятников, встречал иногда того или иного инструктора, и они мне говорили, ты что делаешь? Ты сейчас выступаешь против Куйбышева, а потом против Ленина. — Сегодня он играет за вторую джаз, а завтра родину продаж. — Я выступаю за историческую правду. Я не против Ленина, не против Куйбышева. — То есть тогда вы не были против Ленина, тогда вы не были против Куйбышева, тогда политики в этом не было? — Да, политики не было. Но политика была в чем? Нужно было все-таки определенную смелость. — Я поэтому и спросил. — В 87-й год. — И для меня было очень интересно, вот как люди воспринимают меня. Я когда приехал в тогдашний Куйбышев, я ощущал себя чужим. — Ну, это когда вы молодой преподаватель? — Когда я был молодым. После того, как я сказал, что надо возвратить Самару... — Сразу повзрослел. — Я стал уже другим и своим. — Своим. — Вы сразу стали земляком. — Земляком. — Вот поэтому, конечно, политическое, личное, оно как-то соединилось. — Переплелось все. — Переплелось в единое целое. Я думаю, что Александр Никифорович то же самое может сказать. Тем более он был исключен из партии. Я-то не был исключен. — Так, вот это уже интересно. — Но мне сложнее было. У меня получилось, по времени наложилось одно другое. И выступление за реорганизацию партии, за демократизацию. — А, вы еще и... — Да, он был создан. Я еще был сопредседателем Самарского партийного клуба. Вот такая внутри партии была. Вступал вообще я еще в армию. Вступал, подавая заявление на добровольство. — В смысле в партию? — В партию, да. — В армии это святое дело. Кстати, легче всего было вступить. Я попробую вступить. — Я вступал в организацию, которая была честью совести эпохи. Потом, когда уже пригляделся, и когда пошли публикации о том, что происходило в России в 30-е, 40-е, 20-е годы, в мозги начинали работать не только у меня. Но мы довольно скромно с моими единомышленниками внутри Кубежской партийной организации. — А тем более, вы же пограничник, насколько я помню. — Да, да. — Так что... — Мы что просили? Мы просили, чтобы обратиться к руководству партии, отменить шестую статью Конституции, руководящую роль КПСС в советском обществе, создать многопартийную систему, многопассивную систему, и плюорализм партии. В общем, то, что есть сейчас. Так вот, за то, что есть сейчас, тогда коммунисты меня исключили. Но когда исключали, они припомнили мне возвращение Самары. — А, то есть... — Это было несколько этапов, да, проработка в райкоме, что вы делаете, вы собираете коммунисты, что не понимаете, что это идеологический вопрос. Вот сегодня вы кульбышево, как правильно, а завтра вы замокнетесь и дальше, на самого Вильяма Шекспира. Потом выходит постановление на райком партии, потом на коме партии поднимается этот вопрос, ну и в конце концов закончилось исключением с партией. В принципе, это логично, я их понимаю. Для той партии, которая была тогда, и не хотела реформироваться, это был, наверное, естественный шаг. — Но вы знаете... — Хотя это было, может быть, ошибок. — Вы знаете, вообще, на самом деле, здесь была какая-то психологическая поддержка социальной коллектива. И университета, и библиотеки. Все-таки коллективы отнеслись к нашей идее с пониманием. — То есть научная интеллигенция? — Научная интеллигенция, студенты. — После исключения с партии, наш спортбюро практически в составе подложил билет на стол. — В областной библиотеке? — В областной библиотеке, да. — Да. Поэтому это очень важный фактор. — Ну, конечно, когда ты ощущаешь поддержку коллег. А вот в Комитет Самара 12 человек было. Кто входил? Вот вы двое, еще что? Ну, может быть, всех-то... — Мы начнем с Павлова. — Павлов Андрей Евгеньевич. — Это кто? Писатель. — Потому что зрители уже не знают. Времени-то много прошло. — Это выдающийся писатель, местный писатель. Он писал о крестьянах, о коллективизации. И он автор первой книги «Самара. Запасная столица». Это Вячеслав Владимирович Князев. — Князев. Это выдающийся журналист, на самом деле. Он написал несколько книг. Писатель... — Это инженер Анатолий Александрович Петров. Это врачи, Евгений Александрович Кудрин. Это наши замечательные дамы. Тоже врачи. Татьяна Леонидовна Ситрова. Людмила Мална Иванова, «Царствие небесное». Это Людмила Гаврина Кузьмина, которая как раз была директором. — Петров. — Рогосохина Галина Николаевна. Петрова инженера мы назвали. Рабочий Крушинин. Но здесь мы просто боимся, что мы кого-то случайно не назовем. — Я понимаю, я понимаю. — И все. Мы же потом спать не будем. Он не тот человек, которого мы не назовем. — Там ситуация какая. Комитет Самары — это люди, которые пришли по велению сердца, по зову сердца. Не по номинкматурному списку. — Но тогда по-другому-то и не было? — Да. — А как они вообще, кстати, об этом узнавали? Ведь тогда сети интернет не было. — Мы отслеживали все выступления. В печати же это было, это проходило. Потом обменивались. Ко мне приходило очень много людей. — Телефоны. — Когда мы выступали к Петру Серафимовичу. Потом удалось достать телефоны. Я всех обзвонил. Договорились встретиться. Петр Серафимович поддержал эту идею. Говорит, обязательно давайте мы это сделаем. Пригласили Павлова. И вот собрались в один прекрасный день. Потом постоянно проводили заседание. Либо в комитете Самары, либо в библиотеке политической книги, либо в областной библиотеке. И там был создан как раз комитет. Это февраль 89-го. — Здесь нужно сказать, что все основные обращения в адрес городского совета, областного совета, в президиуме Верховного Совета Российской Федерации были написаны тремя членами комитета. Это Заванна Александровна Николаевича Павлов, ЕГО. То есть мы писали... — Подписи ваши были основные тексты? — Нет, мы писали тексты. — Мы тексты писали. — Вот. Они потом подписывали. И большая все-таки была поддержка со стороны интеллектуальной элиты России. — Журналисты, писатели. — Журналисты, писатели. — А то есть все России. — Да. — Академия Кликачева, Никита Михалков тоже поддерживал. Он возглавлял тогда Советский фонд культуры Российской Федерации. — Ну, конечно, такие тяжеловесные. — Да. То есть вот эта идея, она была не месячковой, на самом деле. Она получила такое глобальное изучение. — И потом со временем нас поддержали практически все творческие союзы здесь, в нашей Самарской области. — Да. — Поддержали национально-культурный центр. — Очень много журналистов, вот «Волжская заря», а когда начала выходить «Самарские известия», редактор Шкунов, если не ошибаюсь, была, она стала, по сути дела, трибуной, где мы могли свободно выступать. — Ну, и телевидение. Вот я вспоминаю первый наш диспут на телевидении на Советской армии, когда мы говорили где-то около часа с Александром Никифоровичем, обсуждали вот эти проблемы. — Это умного, по-моему, да, Илья Викторовна? — А, кстати, а много вот противников было? Вот вы сказали, что приходили письма и против, потому что ведь логика, насколько я понимаю, была такая, зачем тратить деньги? — Зачем тратить деньги? — Кабасы нет. — Кабасы нет. Мы здесь родились, все, я вот родился здесь. — Я родился уже в Куйбышеве. — Да, в Куйбышеве, мне другого города не надо. Зачем вы, он хороший человек, зачем вы разрушаете вот нашу веру в коммунистическую партию? Вот такие совершенно... — Ну, и потом сугубо такие вещи. — Примитивные довольно-таки аргументы были. — Атласы нужно менять. — Карты. — Да, запугали, что это большие траты. Выяснилось, что увеличено было в несколько десятков раз все траты, и практически они прошли незаметно. Атласы меняли своим образом. Паспорта не надо было менять, просто ставили штампики где-то. Штампы на предприятиях по мере износа тоже самые бланки. — Ну, потом многие люди еще не имели собственности. Это тоже плюс большой. — Что вы имеете в виду? — Перерегистрируют дома не нужно. — А, ну да, то есть было только пропиской, соответственно. — Они миллионерами стали только в 90-е годы. — То есть вы успели до начала вот всего этого процесса. — Да. — А вот на ваш взгляд, а кого в первую очередь нужно было переубеждать? Кто были вот главные и оппоненты, и кто принимал решения? — Я не знаю, руководящий коммунист, пенсионеры были поровну. — Если взять, допустим, совет, городской совет, то первое заседание... — Городской совет запутатов, чтобы наши зрители понимали, да. — То первое заседание, оно кончилось, в общем-то, нашим фиаско. То есть это мнение не поддержало. — Да, но там были люди, которые нас поддерживают. — Михаил Кожухов, Юрий Шишелов, Виталий Добрусин. — Да, это те люди, которые были надежными нашими помощниками. — Но было их меньшинство. — Было их меньше. — Областной совет тоже категорически против. — Ну, я помню. — Там Тахов, в принципе, был за, а вот руководящие и, скажем так, фракции коммунистов, они были яростно против. — Ну, потом это все поменялось. — А вот как вы тогда вот их, ну, скажем так, распропагандировали уж, но другого слова, наверное, если не подберешь? — Ну, как? — Четыре года. — Четыре года? — Четыре года с 87-го по 91-й год, по 25-го января. Кому-то так и не удалось распропагандировать. — Убедить, скажем так. — Есть замечательная книга, амбарная книга, вот это же памятник истории. Она лежала в фойе библиотеки политической книги, и каждый мог там высказаться. — Их, кстати, несколько книг таких. — Да, несколько книг, но это одна у нас, кстати, в библиотеке сохранилась, до сих пор мы храним. Каждый мог высказаться, изложив свои аргументы. Вот те, кто обосновывал, что нужно вернуть Самару, да, это долг перед нашими предками, это святое, это память, это память, это память архитектуры. Это история. Очень вежливо, коротко, вот так сказать. Те, кто против, ну там на уровне мата шло. — Ну даже что? — Просто, ну да, сволочь, негодяй, вот таких... — Делать вам нечего. — Делать вам нечего. — Делать вам нечего, чем вы занимаетесь, вы антикоммунисты, таких, как вы, вообще гнать надо. В общем, это уже показатель того, что практически ни одного разумного аргумента в пользу того, чтобы оставить имя Куйбышев не было. Руганий было полно. Все интеллигентно и культурно принадлежало как раз тем, те надписи, тем людям, которые выступали за возвращение. — Ну все-таки мягкий вариант. Мы говорили о том, что мы не затрагиваем в своих выступлениях советскую часть города. — То есть районы все это останутся? — Да. Речь идет о чем? Ведь уже началось движение за возвращение улицам исторических названий, и были люди, которые считали, что нужно немедленно изменить все названия. — Продолжить, так сказать. — А помните, как мы предложили табличку с двойными названиями? — И вот, кстати, первым мэром был Олег Николаевич Сысуев, и мы выступили с таким предложением, что в советской части на Безымянке мы сохраняем исторические названия советской эпохи, потому что люди живут там. — Ну да, это история. — Ну да, оттуда и началось практически в 50-е годы. — А в историческом центре мы делаем таблички с двойными названиями, то есть названия дореволюционные и советские. — На верху большое Красноанмейское, внизу Алексеевское, Ленинградское, Ханское. Причем очень красиво, ажурно, более оформлено. — И это был мягкий вариант по сравнению с московским, когда в течение буквально одной ночи... — Поменяли название. — По большинству риски, да? — По большинству риски. — А когда вы почувствовали, что вот, ну, в принципе, побеждаете, что, ну, вот, скоро вот это все произойдет, и, в общем, осталось только формальности какие-то ценности? — Наверное, осень 90-го года, Пятос Рафицын. — Осень 90-го года. — Когда вам удалось переломить уже большинство депутатов два совета? — Ну вот, в заседании областного совета уже стало как-то ясно, что областной совет проголосует, потому что была поддержка со стороны городского совета, и городской совет все-таки выступил за... — А областной сначала отказался. — То есть порядок действий был такой, вначале городской совет должен проголосовать. Это утверждает решение... — Областной саботировал. — Областной саботировал. — Хотя, в принципе, тогда приоритетным было мнение как раз вот... — Ну понятно... — Положки вещей могли вернуть. Но речь-то стояла, что это был бы идиотизм, как жил сейчас Екатеринбург, Свердловская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Поэтому речь шла, чтобы все-таки вернуть Самару и Самарскую область. — Конечно, да. — И здесь большая работа была среди депутатов, но они, правильно Петр Сарафимович сказал, уже склонялись. И в решающий момент, когда было два выступления, это Храдукова Леонидов Васильевича и Анетта Яковлевна. — Анетта Яковлевна. — Вы присутствовали, расскажите, Петр Сарафимович. — Три минуты осталось, прям очень кратко. — Анетта Яковлевна меня вообще восхитила. Я был на этом заседании, сидел, как всегда, сзади. И вдруг я увидел, что она как вот буквально метеор несется к трибуне, встала за нее маленькая такая... — За пулеметом. — Да, и сказал уже жигательную речь. После ее выступления депутатам ничего не оставалось сделать, как проголосовать единогласно. — И кто затем это все утверждал, вот когда областной совет, и это дальше в Москву шло? — Да, Верховный совет РСФСР. — Верховный совет. — А председателем тогда был Ельцин, Борис Николаевич. — Да. — Но перед этим все равно была ситуация, даже на Москве саботировали. Вот, например, министр культуры Николай Губенко, по-моему, он вообще не понимал, когда Кузьмина привезла ему 80 тысяч подписей собранных. И профессор Неразнак, который, топонемист известный, который поддерживал самарцев, вошел и говорит, «Николаевич, вот привезли из Самары 80 тысяч подписей, а что им надо?» Но хотят вернуть вот название города. Может, они еще и царя хотят вернуть. Поэтому реакция даже в Москве была самая разная. — Но в итоге все-таки утвердили. — Наконец-то. — Вот последний вопрос на сегодняшний вечер. Вы чувствуете, что вы уже вошли в историю очень кратко, потому что мне подсказывают, что время уже подходит к концу? — А мы из нее не выходили. — Вот именно. Я искал хорошую подседку. — Мы из нее не выходили. — Мы чувствуем себя в историческом процессе. Во всяком случае, для нас это праздник. Мы поздравляем всех самарцев, всех, кто участвовал в этом деле, всех 80 тысяч человек и тем, кто сочувствовал с этим замечательным днем. А для членов комитета Самары, наверное, это самый главный день после дня рождения. — Слава Великой Самаре. Татьянин день и 30-летие Самары. — И день рождения Усовского. — Ну что ж, большое вам спасибо за то, что вы сделали когда-то, и за то, что мы теперь живем в этом славном городе, который называется своим историческим именем Самара. — Отныне и навсегда. — Поздравляю вас со всеми прошедшими и наступающими праздниками. — Спасибо, взаимно. — Спасибо. И напоминаю, что в нашей студии были Петр Серафимович Кобытов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории Самарского университета и Александр Никифорович Завальный, главный библиограф Кривического отдела Самарской областной универсальной научной библиотеки. Любите наш уникальный город. До свидания. — Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...